Алушта, земля его отца, где он хочет вместе с семьей растить детей и свою единственную любовь в жизни, Шуру, становится могилой мечтаний Курта Сиита. После стычки с отцом Курт Сиит приходит к Шуре, которая с надеждой ждет его возвращения дома с совершенно другим предложением. Пока Петр ждет подходящего момента, чтобы мобилизовать повстанцев, которых он привел за собой, он начинает сеять семена сомнения между Куртом, Сиитом и Шурой. С другой стороны, несмотря на все вмешательства врачей, потери ребенка для Тати и Селеля – предвестник грядущих плохих дней. Жизнь Тати по-прежнему в опасности. Захиди, который знает о том, что произошло в доме на винограднике, берет на себя ответственность уладить отношения между Куртом Сиитом и его отцом. Молчание Курта Сиита после посещения его семьи оставляет Шуру наедине с вопросами, на которые она боится получить ответы. Каждый дружеский намек на Петра медленно отравляет Шуру. Курт Сиит и Селель принимают меры, чтобы защитить свою землю, не осознавая, что полагаются на своих злейших врагов. Пока Курт Сиит и Селель направляют оружие на повстанцев, пришедших их убить, Курт Сиит становится целью ствола Петро. Шуру, с большой надеждой переживающую трудные дни в Алуште, пробудит мир за Мехмед именов от созданной им сказки. Совет не допустит нового разделения между ними, зная, что Курту Сииту подписан смертный приговор. Несмотря на опасности, которые ждут ее, пока она с Куртом Сиитом, она ставит любовь превыше своей жизни. Они отправились в Крым, землю, где родился и вырос Курт Сиит, с надеждой никогда больше не разлучаться. Петро, который отдает жизни своих самых близких друзей в обмен на свою жизнь и будущее своей семьи. Он берет на себя задачу убить Курта Сиита и Селили и отправляется за ними в Крым. Путешествие, начинающееся с опасностей, становится сложнее с каждой новой остановкой. С другой стороны, Татья ценой своей жизни пытается защитить дар, который навсегда скрепит любовь ее и Селила. Курт Сиит приезжает в Крым с любовью всей своей жизни, единственной девушкой, которая ради него оставила семью и дорогими друзьями. Перед мечтами, выросшими на этом пути, Шура найдет отца Курта Сиита, слова которого он считает своим приказом, и его семью, которую он страстно любит. Известие о смерти Курта Сиита оседает в сердце Шуры, как пулевое ранение, которое не заживает. С другой стороны, болезнь его отца достигла финальной стадии. Из-за двойной боли, которую он испытывает, у него с каждым днем уменьшается дыхание, ослабевает связь с жизнью. Пока Петр поддерживает Шуру и его семью в трудные времена, он начинает строить свое будущее вместе с Шурой с помощью данных им обещаний. Несмотря на то, что Селиль уже давно пропал без вести, он не теряет надежды на Курта Сиита. Он продолжает искать его в близлежащих больницах. В тот момент, когда Селиль достигает Курта Сиита, Шура, которая находится далеко, теряет последнюю надежду сохранить жизнь. Когда Курт Сиит открывает глаза в больнице, в которой он находится, его единственная мысль, как можно скорее воссоединиться с Шурой. Шура и ее семья решают покинуть свой дом и переехать в дом своей тети из-за меняющихся условий в стране. Когда Петр узнает, что Курт Сиит жив, он устраивает коварную засаду, чтобы убедиться, что новость о смерти, которую он сообщил Шуре, сбудется. Когда Курт Сиит отправляется на поиски Шурой, его единственной защитой от предательства, с которым он столкнется, будет его любовь. Узнав, что интерес Курта Сиита – не что иное, как пари, Шура впервые в жизни испытывает боль любви. Чувствуя негодование Шуры, Сиит пытается передать Шуре свой голос, не зная, что он сделал не так. Пока Шура пытается самостоятельно залечить рану, Петр мастерски завершает начатую им пьесу с баронессой Лолой. Шура находит Курта Сиита рядом с собой в самый отчаянный момент, когда она сталкивается с правдой о болезни своего отца. Прежде чем Курт Сиит отправится на фронт, судьбы, сближающие этих двоих, становятся вторым шансом для их любви. Однако, хотя Сиит думает о воле своего отца и о великой войне, ожидающей его в будущем, он не дает Шуре обещаний, которые тот не может сдержать. Их сказочная любовь, начинающаяся с первого взгляда, ведет великую войну в их сердцах, прежде чем пройти испытание разлукой. Татья, одна из самых близких подруг Курта Сиита, заполняет самый ценный пробел в этом любовном путешествии, которое продлится вечность. Когда Курт Сиит и Шура предаются любви, в сердце Петра открывается черная дыра, которую невозможно закрыть. Когда Сиит отправляется на фронт, он неосознанно вверит свою жизнь и любовь своему величайшему врагу. Курт Сиит – старший сын крымско-турецкой семьи, строго придерживающийся своих традиций. Курт Сиит, выросший в глубоком восхищении и уважении к своему отцу, стал одним из самых ценных царских офицеров, как и его отец. Когда придет время, он женится на дочери турецкой семьи, как ему советовали. Счастливая жизнь красавицы Шуры, младшей дочери знатного русского рода, пошатнулась, когда ее отец заболел смертельной болезнью. Когда он и его сестра Валентина приезжают в Петроград, Санкт-Петербург на лечение отца, свои двери им открывает бывший соратник Курта Сиита, Петр и его семья. Петр, который вступает в новую жизнь, выбирая между формой и честью из-за ошибки, допущенной на поле боя, становится мостом между Куртом, Сиитом и Шурой. Однако тайная неприязнь Петра к Курту Сииту станет непреодолимой преградой между двумя влюбленными. Когда глаза Курта, Сиита и Шуры впервые касаются друг друга во время приглашения, которое они посетили, их судьбы переписываются с самого начала. Великая любовь, которую они испытают, со временем станет их родиной, их семьей и единственной причиной их жизни. Алушта, земля его отца, где он хочет вместе с семьей растить детей и свою единственную любовь в жизни, Шуру, становится могилой мечтаний Курта Сиита. После стычки с отцом Курт Сиит приходит к Шуре, которая с надеждой ждет его возвращения дома с совершенно другим предложением. Пока Петр ждет подходящего момента, чтобы мобилизовать повстанцев, которых он привел за собой, он начинает сеять семена сомнения между Куртом, Сиитом и Шурой. С другой стороны, несмотря на все вмешательство врачей, потери ребенка для Тати и Селеля – предвестник грядущих плохих дней. Жизнь Тати по-прежнему в опасности. Захиди, который знает о том, что произошло в доме на винограднике, берет на себя ответственность уладить отношения между Куртом Сиитом и его отцом. Молчание Курта Сиита после посещения его семьи оставляет Шуру наедине с вопросами, на которые она боится получить ответы. Каждый дружеский намек на Петра медленно отравляет Шуру. Курт Сиит и Селель принимают меры, чтобы защитить свою землю, не осознавая, что полагаются на своих злейших врагов. Пока Курт Сиит и Селель направляют оружие на повстанцев, пришедших их убить, Курт Сиит становится целью ствола Петро. Шуру, с большой надеждой переживающую трудные дни в Алуште, пробудит мерзамих мет именов от созданной им сказки. Совет не допустит нового разделения между ними, зная, что Курту Сииту подписан смертный приговор. Несмотря на опасности, которые ждут ее, пока она с Куртом Сиитом, она ставит любовь превыше своей жизни. Они отправились в Крым, землю, где родился и вырос Курт Сиит, с надеждой никогда больше не разлучаться. Петро, который отдает жизни своих самых близких друзей в обмен на свою жизнь и будущее своей семьи. Он берет на себя задачу убить Курта Сиита и Селели.